3D принтер Уху! Фрик! Я быстрее! Кто уверен, Фрик? Эй, как ты меня догнал? Фрик, мы же близнецы! Теперь будем учиться, как все фиксики! Это элит-профессор чудаков! Ага, а что они там делают? Ваша копия, коллега! Хе-хе, одно лицо! Вот удивите свой класс! Хе-хе-хе, их новенькие удивят! Мы с Синкой Ноликом никому еще про них не сказали! Сюрприз, значит? Только тсссс! Это большой секрет! Слыхал, кто мы? Сюрприз так сюрприз! Быть близнецами непросто! Нас все время путают! Вот я, Фрик! Я Гик! Скажите, мы одинаковые? Хе, это не так! Вот Фрик умеет писать левой рукой и боится щекотки! А Гик, когда смеется, хватает за живот! Он обожает копаться в компьютерах, найти ошибку в программе, обмануть вирус! Эх, все к нему! Фрик – мастер на выдумки и розыгрыше! А вместе мы команда и все время придумываем что-нибудь новенькое! Кстати, о новеньком! Раньше мы никогда не ходили в школу, ага! Нас учила дома наша Пася! Но когда познакомились с Симкой и Ноликом, решили попробовать! Хе, мы интересны же! Правда, мы тут ненадолго! Хе, 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 хе! Хе, 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 хе! О, а что? Ты никогда не видел манипулятор? Теперь видел! Как ты там оказался? Где? Наверху! Я? Хе, смеетесь! Но это был ты! А, это вы про мою копию говорите! Что за копия? Да вон, видите, бегает рядом с банками! Это не банки! Ой, да без разницы! О, вон, еще одна! И еще! Ничего себе! Ну, как ты это делаешь? Вот на этой штуковине! На 3D-принтере это невозможно! На 3D-принтере можно создать любой объемный предмет! Достаточно нарисовать его схему на компьютере и загрузить в принтер нужные материалы! А дальше машина уже сама разберется! И будет слой за слоем печатать то, что было задумано! На таком устройстве можно сделать игрушки, детали для двигателя или даже протезы! Но живого человека или фиксика на 3D-принтере сделать нельзя! Та-дам! 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 Да вы же пошутили! Это не копия! Это мой брат! Я Гик, а это Фрик! Вы близнецы? Ах, прелесть! Ха-ха! А мы бы сейчас тебя туда! Я говорил, это невозможно! Начнем, урок! Все в сборе! Еще не все! Парашют! Пасуй, Гик! Вообще-то я Фрик! Разве вас отличишь? Ну да! Нолик, мы опаздываем! Ой, у нас же урок про парашюты! Ах, а вы знаете, что мы с Гиком лучшие в Фиксе парашютисты? Ах, не может быть! Мы и вас прыгать научим! Нам некогда! Да мы разок прыгнем! Зато в школу придете готовенькие! Симка, давай на минуточку! Интересно же! И вы все знаете о парашютах? Ага! Парашют похож на большой зонтик! В собранном виде он умещается за спиной! А в полете разворачивается при помощи специального механизма! Прочная ткань, наверное, раскрывается, как купол! Воздух мешает ему спускаться быстро! Так что даже большой человек может не бояться упасть! Но парашютный спорт – это все равно не шутки! Тут нужна специальная подготовка, сноровка и экипировка! Вот, надевайте! За качество вручаемся! Помогатор-то сними! Симка, да никуда он не денется! Хех! Хех! Ладно, разочек! Главное – вовремя дерьнутся это кольцо! Ну, поехали! Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Ааааааааааааааоааааааа... Гласс!!! Ха-ха, это еще что? Ну как, лучше, чем в школе? Мы опоздали, бежим! Ну теперь-то куда спешить? Сейчас будет самое интересное! Ох, страшно! Страшно круто! Вы с ума сошли! Разобьемся! У-ху! Е-хо-хо! Так, с меня хватит! Молик, пошли! Ой, а как мы сюда залезли? Помогаторы! Опа! Эй, прыгайте! Денесите! Помогатор! Да раскроются! Прыгай! Да нет же! Это они такую фигуру делать будут? Ага! Круто! Помогатор! Сюда! Сюда? Нет! Я больше не полезу! Учего не понимают? Помогай! Это он! Ага! Аааа! 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 Старе за кольцо! Заклинило! Заклинило! Ааа! Ааа! Запасно! Запасно! Эффектно! Эффектно? Да мы из-за вас чуть не разбились! Что здесь происходит? Дедус, мы просто... В школу прогуливаете? Да! Оригинально! Чья работа? Здравствуйте! Здрасте! Это наш парашют! А это наши друзья! Брик и Гид! Только наоборот! Блесницы? Прекрасно! В какой же школе вас этому научили? Мы дома учимся! Ага! Учиться чему-то новому можно не только в школе! Многие человеческие дети по всему миру занимаются дома! И физики тоже! Везде свои плюсы и минусы! В классе, например, учеников много! Могут и не спросить! Дома же, когда учишься один на один, нужно всегда быть готовым на отлично! А как же одноклассники, спросите вы? Ведь вместе веселее! Когда я был спорником, то иногда очень любил ненадолго от всех спрятаться и в тишине поломать голову над какой-нибудь задачей! Да, но на самом деле не так уж и важно, учишься ты дома или в школе! Главное делать это с интересом! Ну вот что! А в мой класс пойдете? Мне такие ученики нужны! А помогаторы дадите? Конечно! После экзамена! А фикси-борды? Хе-хе-хе-хе-хе! Это пожалуйста! Клей! Нолик, разделяемся! Правда мы крутая команда? Нет! Мы мега-супер-пупер-крутая команда! Давай все-все делать вместе! И никогда не ссоримся! Давай! Дети, у любимой кружки профессора Чудакова откололась ручка! И наш долг приклеить ее обратно! Ха! Вот и друзья не разлила, да! Ха-ха-ха! Класс! Тише! Раз уж вы вместе опоздали, летите тем же составом на склад! Заклеим! Легко! Легко! Укроем огонь! Там вообще что-нибудь осталось? Хе-хе-хе! Ой! Ну-ка, прыгни на тюбик! Ага! Есть! Хватит! Отличная команда! Сработала она отлично! Ой, чего это? Приклеились? Тяни, Нолик! Эй! Ай-яй! Какой сильный клей! С помощью клея можно соединить почти все! Бумагу, пластмассу, стекло, резину, дерево, даже металл! Все потому, что поверхность даже самого обычного бумажного листа неровная! На ней много ям и каналов! Если у двух листов эти ямки заполнить клеем и крепко прижать, то молекулы клея и молекулы бумаги начнут соединяться друг с другом! Останется только подождать, когда клей застынет! И что делать? Давай так и полетим! Ха-ха! Точно! Вот будет умора! Да! Поберегись! Готово! Молодцы! Садитесь! Руки-то опустите! Мы не можем, они склеились! Идите-ка сюда! Не надо нас расцеплять! Так наша дружба будет еще крепче! Разве она в этом измеряется? Хи! И-и-и-и-и! И-и-и! Раз! Два! Три! А! Трипиш! Трипиш! Мне надо туда А мне туда Это все ты виноват Я? А кто мне сказал прыгай? Знаешь, за меня хватит Ты мне больше не друг И ты мне тоже Мелик! Клей, как и многие другие вещества, придумала сама природа Например, рыбой склеивают икринки А моллюски при помощи липкой жидкости могут держаться на любой поверхности Паук смазывает клеем паутину Стриж скрепляет слюной гнездо А гусеница с ее помощью вьет себе кокон Смола сосны или березы – клей Липкий яичный белок тоже используют как основу для клея Хотя сейчас чаще всего его делают на заводе Главное, нужно всегда соблюдать технику безопасности Чтобы не закружилась голова, проветривайте помещение И старайтесь сами не прилипнуть, иначе отдирать придется с большим трудом Молик, держись! Фаер, ты меня спас! Ну как мы расклеились? Может, клей плохой? Нет, мы так долго вас расцепляли, что он просто утратил свои свойства А наша дружба тоже потеряла свои свойства Знаешь, Нолик, а я понял Нашей дружбе клей не нужен Мир! Мир! Ух ты! Ой-ой-ой! Крепеж! И разумеется, все детали прибора должны быть хорошо закреплены Что это у вас, коллега? Сегодня Лизонька из отпуска возвращается Вот, решил к ее приезду прибраться в лабораторию Похвальное желание! На чем я остановился? Что все детали должны быть закреплены Точно! А какие виды крепежа вы знаете? Фаер? Э-э-э... Винтик? Угу А еще? Еще винтик? Итого два винтика! Все с тобой ясно! Симка? Чтобы скрепить деревянные или пластмассовые детали Используют гвозди Их забивают молотком В металле и камне просверливают дырки И вкручивают шурупы А чтобы шуруп лучше держался Его можно вставить в крепление Которое называется дюбель Винт отличается от шурупа тем Что у него не такой острый кончик Винт закручивают в отверстие В котором уже есть резьба Или в гайку А если у вас нет ни гвоздей, ни шурупов? Тогда фиксик сам должен превратиться в винтик и вкрутиться Вот так! Отлично! Фаер! Повторишь? Легко! Легко! Нолик! А можно? Я не буду Что значит не буду? Эх! Еще сейчас не стой ноги Нет, нет, все-таки стой Смелее! Ты же это делал тысячу раз Ага, делал Надо же было сначала прибор обесточить Надо было Сейчас такого не будет У меня все под контролем Давай Все равно боюсь Попробуем еще раз И кто только этот винт придумал Одно из легенд Винт еще в древности изобрел Великий Архимед Используя винтовой механизм Он построил машину для подъема воды Из канала В древнем Риме Деревянные винты применяли В прессах для отжима оливкового масла Винты можно было встретить в домкратах и стерлах Для крепежа Их начали использовать только в 15 веке Но они так быстро стали популярны Что в наши дни почти в любом приборе Можно найти винт А если какой-нибудь винтик окрутится На помощь приходим мы Пиксики Мы же превращаемся в винтики Не только когда прячемся от людей Но и когда это нужно для дела Мурик, давай вместе Не бойся, мы с тобой Бежим Олик, смотри на меня Я правда уже легко не закручивался Но все равно не боюсь Видел? Все просто Деду А сейчас застрял И все из-за меня Спокойней День Евгеньевич Помогите деду со выкрути Секундочку Заржавел немного Наверное от возраста Попробуем капнуть масло День Евгеньевич Вы как? У меня все в порядке Сейчас упадет Надо закрепить Нет 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 Олик, помогай Из тебя не справится Не, не, не Я боюсь Олик, спасай Что у вас происходит? Ничего страшного, коллега Так слегка завалило А меня кто-нибудь выкрутит? Я не могу А мы стеллаж держим И Нолик Я закрутился У меня получилось А ты молодец Ты справился И кто нам теперь поможет? Лизонька скоро приедет Ладно Ждем Лизоньку Да Если только Самолет не задержится О, чудаков завтрак готовит Только при такой температуре Яйца не сварятся Ты что делаешь? Выше этого предела Яйца нагревать нельзя Почему? Цыплят погубишь Каких цыплят? Ты хоть знаешь, что это такое? Я думал, яйцеварка Какая яйцеварка? Значит так Я запрещаю тебе подходить к этому прибору Понял? Понял, понял Дедус, а что это за прибор? Это инкубатор Чтобы из яйца вылупился цыпленок Его долго высиживает мамонна сетка Согревая своим теплом Инкубатор Это прибор, который заменяет будущим цыплятам маму В нем всегда тепло, как под крылом у курицы Но не жарко Инкубатор даже переворачивает яйца, чтобы они прогревались со всех сторон Цыплята, выведенные в инкубаторе, ничем не отличаются от обычных птенцов А это опасно для цыплят? Думаю, да Тут холодно Что же делать? И Дедуса нет Будем спасать цыплят сами Нолик, открывай дверцу Помоги! Не могу! Мне Дедус запретил подходить к инкубатору Попробуй еще Не могу! И я не могу! Цыплята погибнут! Ах, будь что будет! Только не выдавай меня Дедусу! Не выдавай! Ура! Рано! Ура! А зачем это? Мы согреем цыплят свечкой Клак! А теперь, ура! Теперь, да! Деды! Зоробьи, утки, аисты, страусы, все птицы Откладывают и высиживают яйца И не только птицы С помощью яиц размножаются змеи, крокодилы и черепахи Чтобы сохранить своих детенышей Они прячут кладку в самых укромных местах В кустах, в трещинах скал, в песке Между прочим, икра Это тоже малюсенькие яйца Без скорлупы Из рыбьей икринки Вылупляется малек Потом он вырастает в большую рыбу А из лягушачьей икринки Появляется головастик Который со временем превращается в лягушонка А про динозавров вы слышали? Это гигантские ящеры Которые жили миллионы лет назад Они тоже вылуплялись из яиц А почему нет электричества? Наверное, из-за грозы отключилась Это катастрофа! У меня же там инкубатор! Кто-то зажег свечку Температура в норме А ну, сознавайтесь Кто это сделал? Нолик, небо давай Это я! Ты один? Я один? Конечно, мне же нельзя! Конечно, ему же нельзя! Один, говоришь? Молодец! Ты спас цыплят! Герой! Вот, Фаер, бери пример Нулик, объявляю тебе благодарность Друзья! Хе-хе! Началось! Ладно, Фаер, и ты подойди Я разрешаю Плюночек двуго-роженький Желтенький Просто красавец Пая, чего? А ведь это ты его спас Машина времени Ух ты! А что за аппарат такой? Может, будильник? Это машина времени! Таких машин не бывает Вот! А жаль! Это выучила И это я молодец! Куда это я влетела? Куда-куда? В машину времени! Разве такие бывают? Конечно! Сделай вперед в будущее! Ну или в прошлое! Прелесть! Многие хотели бы отправиться на машине времени с прошлого Например, чтобы исправить двойку Или на минутку заглянуть в будущее Там столько всего интересного Но это невозможно И хорошо! Вы только представьте, как все смешалось бы Один тащит из прошлого динозавра Другой инопланетян из будущего Никто ничего не изобретает Техника стоит без дела А фиксики без работы Жуть! Так ничего и не скажешь? Я учила! Вспомнить не могу! Плохо! А завтра будет сложный тест Готовьтесь! Тест я точно не сдам! Сдашь, сдашь! Ты же все учила! И что? Тебе просто надо перестать волноваться! Не могу! Бедняжка! Как же ей помочь? Я знаю как! Шпуля же утром поверила, что там машина времени Это же антинаучный обман Все просто! Мы отправим тебя в завтрашний день Напишешь спокойно тест И назад! Все будет хорошо! Это как репетиция! Главное, не волнуйся! А как я вернусь? Дернешь за этот проводок и вернешься! Ну, вперед! Я в завтра! Привет! Готово? Ага! Дедушу заболел, поэтому тест проведу я Ой, боюсь! Это просто репетиция Итак, лучше всех тест написала Шпуля! Ой, молодец! И совсем не страшно! Молодец! Кстати, а что с профессором? Эм, дедушу на голову! Колька упала! Ты же ее вчера и уронила! Я? Ну да! Такое будущее мне не нравится! Ну, как там? Потом! А, какие фиксики? Большой-большой секрет! Не снимайте до завтра! Стой-ка! Вернись! Нет! Я могу вас поколеть! Меня? За что? Как хорошо слетать в будущее и узнать, кем ты станешь! Правда, это возможно только в мечтах! Но если правильно мечтать и не бояться трудностей, будущее станет именно таким, как ты его себе представляешь! Хочешь стать чемпионом? Начинай тренироваться прямо сейчас! Мечтаешь быть лучшим в мире программистом? Для начала исправь тройку по математике! Мечтаешь переплыть все моря и океаны? Читай больше книг! Ведь капитану надо столько всего знать! Создавай свое будущее прямо сейчас! А мы, фиксики, тебе в этом поможем! Ведь то, что без нас сломалось бы через полгода, работает еще много лет! Привет! Готова? Ага! Пока все точь-в-точь! Шпуля, забери это! Помогло! И раздай задание! Ну-с, начнем! А задания другие! Лучше всех тест написала Шпуля! Что это я? Я же знаю! Все будет хорошо! Тыдыщ! Ну что же, все с тестом справились! Только никто не смог определить, что это за аппарат! А разве это не машина времени? Нет! Это автомат для полива цветов! Смотри! Здорово, да! Удивительно! Так вы что, меня обманули? Зато ты сдала тест! Ну, ладно! Я вас прощаю! Штрих-код Итак, что мы делаем, если видим людей? Прячемся! А если спрятаться нельзя? Превращаемся в винтики! Правильно! Где же он может быть? Ах, я его подевал! Голова дырявая! Ах, это профессор Чудаков! Можно не прятаться! Он свой! Ну, где же он? Вы снова что-то потеряли, профессор? Увы, да! Понимаете, коллега, я вчера начал тестировать новый утюг, а сегодня он как сквозь землю провалился! Куда же он мог деться? Ага, вариантов всего два! Или он на складе, или... Не, на складе! Да, эта информация нам поможет! Или не поможет! Класс! Со мной! На складе! Ого! Сколько коробок! Если во все заглядывать, мы два дня проводимся! Начнем с цепи! Вдруг повезет! Фен! В ней лежит фен! Фен? Точно фен! А тут что? Миксер! Ха, правильно! А в этой коробке? Электрический чайник! Кстати, сделанный в Германии! И правда, чайник! Профессор, как вы это делаете? Дедуш, это фокус? Это волшебство! Я полагаю, очки профессора позволяют видеть сквозь коробку! Да нет! Я просто умею читать штрих-код, который есть на каждой коробке! Вот этот? Именно! На многих вещах и на коробках часто можно заметить такие черные и белые полоски! Это штрих-коды! В штрих-коде зашифрована информация о вещи! Как она называется, в какой стране она сделана и даже на каком заводе! С помощью специальных приборов с камерами штрих-код можно прочитать и расшифровать! Таким способом каждая вещь может рассказать нам о себе! А вам даже и сканер не нужен? Я и без него штрих-коды понимаю! Могу и вас научить! Класс! Кстати, утюг, который мы ищем, лежит... Эмммм... Тут! Зовите гения-венчика! А сегодня почти на любую вещь лепят всякие метки! Например, такая метка называется штрих-код, а такая QR-код! В метках зашифрована информация о вещи! Скажем, вы увидели на каком-то доме QR-код! Наведите на него камеру мобильного телефона, и на экране появится информация, кто и когда этот дом построил! Здорово! Жаль, пока не все телефоны так могут! А есть метки, на которых вообще ничего не нарисовано! Вся информация внутри! Это радиометки! Их вставляют, например, пропуская проездные билеты, и надо только приложить карточку, а радиометка сообщит, что это ты! И тебя пропустят! Ах, какие вы молодцы! Так быстро нашли! Что б я без вас делал? Что такое? Здесь бутерброд! Чей? Мой! Я вчера хотел положить его в холодильник, а засунул в... Ой, это я по рассеянности! Так, давайте рассуждать логически! Если вы положили бутерброд в коробку из-под утюга, то утюг сейчас находится... В холодильнике! Вот он! Вот он, мой утюг! Уж думал, не найду! Спасибо вам, друзья! Не я за что, Гений Евгеньевич! Вы же нам всегда помогаете! Даже разрешили устроить школу в вашей лаборатории! И спрятаться от вас не надо! Да, потому что вы добрый и любите фиксиков! Трубы Тема нашего урока – трубы! Посмотрите, сколько их в лаборатории профессора Чудакова! Вот! И вот! И вот здесь! Итак, кто знает, где применяются трубы? Игрек! 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 В водопроводик! По ним вода течет! Нолик! В школе перед ответом поднимают руку! Игрек! А еще в канализации! Я спрашивал Игрека! Патрубал, газ подают! Ты мешаешь! И у печек дым выходит из трубы! Нолик! Это хулиганство! Марш из класса! Итак! Шланг в душе – тоже труба! Я кому сказал? И у пылесоса труба! И еще подзорная труба, чтобы в дах смотреть! А давайте потихоньку сбежим! Правильно! А он пусть тебе кричит! А еще на трубах тудят! Нолик – мой младший брат! Знаний у него пока маловато! Но это не мешает ему лезть, куда попало! И оттого он нередко попадает в беду! А мне и родителям приходится его спасать! Нет, Нолик не вредный! Он веселый, любознательный! Просто немного упрямый! К тому же он нарушил главное правило фиксиков – избегать людей! Ведь это Нолик Первым начал дружить с Дим Димычем! Правда, я тоже! Но Нолик Первый! Хотя… Нолик Первым-то был дедус! Это же он еще много лет назад подружился с профессором Чудаковым, в лаборатории которого мы сейчас учимся! Получается, что Нолик везет дедуса, своего дедушку! Ну-с, продолжим! Трубы… Ой! А тут сколько трубок! И стеклянные! И резиновые! О, а стержень в ручке! Это ведь тоже труба! Замок! Примеры кончились! По трубам катаются в аквапарке! И ствол у ружья – тоже труба! И у пушки… Ой! А тут в трубе трещина! И что-то капает! И шипит! Шипит? Где? Как я покажу, если меня выгнали? Что тут у тебя? Вот! Труба протекает! Кислота капает! Это опасно? Еще бы! Сейчас! Как рванет! Где профессор-чудокос? Он ушел обедать! А у него тут авария! Спокойно! Фаер, Берта! Перекройте вон тот скрани! Синга! Тащи в помогатор! Будем чинить трубу! Главное, чтобы труба не протекала! И сделать такую трубу непросто! Металлические трубы сворачивают из листа металла и заваривают шов! Но шов может разойтись! Поэтому люди научились делать трубы без шва! Их вытягивают из горячего металла на специальных прокатных станах! А пластиковые трубы просто выдавливают, как макарон! Горячий пластик взрывает и получается труба! Вовремя успели! Нолик, ты молодец! Эй, ты где? Ушел! А, наконец-то! Я тут! Нолик, благодарю за бдительность! И разрешаю вернуться в класс! Спереди! Но с условием! Говори только, когда тебя спросят! Итак, трубы! Игорь, продолжай! На! Да, Нолик уже все сказал! Нолик! Не все! Соломика для коктейля, труба и макароны – это трубы из теста! А еще эти, как их, дырки в горах! Какие дырки? Вулканы? Нет! Не такие дырки, а такие! Тоннели! Точно! Тоннели! Барабан! Теперь включаем! Слышите? Гудит? Я не слышу! Слышу только, как Нолик стучит! Нолик, ты что делаешь? Репетирую! Он у нас в рок-группе на барабанах играет! А ты не можешь репетировать в другом месте? Ладно! Нет, так невозможно! Ну, Нолик, прекрати! Голова раскалывается! Гений Евгеньевич! У нас в лаборатории происходит что-то странное! Что? Там кто-то стучит! Кто? Я думаю... Барабашка! Ну-ну, Лизонька, успокойтесь! Я разберусь! Так вот кто это безобразничает! Я... Я репетирую! Что там? Ничего! Просто прибор тарахтит! Вот что, мой юный друг! Отправляйтесь-ка репетировать к себе домой! Чтобы сделать барабан, нужно взять пустую бочку и вместо дна натянуть мембрану из кожи или пластика. Если мембрана натянута хорошо, звук получается звонким и громким. На больших барабанах играют колотушкой, на барабанах поменьше – палочками или просто руками. Тут главное – четкий удар и точный ритм. Не зря же барабан называют ударным инструментом. А еще ударными инструментами считаются бонги – маленькие барабанчики, и мракасы – большие погремушки, и медные тарелки – бог уж от кого много шума, и пупные трещотки, и даже ложки. Да-да! На деревянных ложках тоже играют музыку. Дим Димыч, можно я оттуда тебя немного постучу? А, стучи! Я все равно уроки делаю. Я так тоже могу! Даже лучше могу! А если так? Тогда вот так! Еще так! Я придумал, кем я стану барабанщиком. Я стать хочу и с мечтой о барабанах. Я стучу, стучу, стучу. Я стучу по батареям, по кастрюлям ложкой. Бам-бам-бам! Может, кто-то пожалеет и подарит барабан. Бам-бам-бам! Бам-бам-бам! По кастрюлям ложкой Может, папа подобреет И подарит барабан Теперь выключаем Слышите? Не гудит Слышим Смотрите, кто к нам пришел А-а-а, барабашка вернулся А я думала, ты уже дома Там Дим Димыч в барабане Я оттуда сбежал Прекрасно, мы уже закончили И теперь я с удовольствием Послушаю вашу рок-группу Ура! Барабан! Барабан! А может, у них такая громка? Что ты торопишь? Пожалуйста, не надо так шуметь Батарейки Ты мой лимончик Выродишь большой и красивый С горшком разговаривает Ой, мальчики Вам нравится? Что? Росточек Из него вырастет огромное дерево И на нем Среди зеленых листьев Появятся Желтые лимоны Класс! Из этого Лимоны? Ну да Он еще вырастет Вот только наберется энергии Откуда наберется? От солнца Ерунда О! Батарейки лучше солнца! Батарейки? Я не думаю А зря! Знаешь, сколько в них энергии? Закопаем в горшок побольше батареек И твой лимон Как начнет расти! А так можно? Конечно! А где взять батарейки? Да вон! У Дени Евгеньевича тут целая коробка! Батарейки, батарейки Нам их надо на огромное количество Батарейки, батарейки Чтобы было у приборов электричества Батарейки, батарейки! Батарейки, батарейки! Батарейки, батарейки! Порядок! Через неделю уже лимоны пойдут! Первую батарейку сделали в Италии больше двухсот лет назад В солёную воду поместили два разных металла И от одного к другому по проводу потёк электрический ток Столько лет прошло, а принцип работы батарейки не изменился Сейчас батарейки и аккумуляторы можно встретить повсюду Совсем маленькие, в наручных часах А от больших работают автомобили и даже корабли Новые батарейки и аккумуляторы производятся миллионами Но куда девать старые? Просто выбрасывать нельзя, ведь они отравляют землю и воду Лучше сдавать их в специальные пункты приёма Откуда их отвезут на завод и переработают Да-да! Старые батарейки, попавшие в землю, могут погубить все растения на ней Именно поэтому профессор Чудаков собирает в этот ящик старые батарейки А потом сдаёт их... А где они? Мой росточек! Что с ним будет? Что? Где батарейки? Они... Они в горшке Зачем? Чтобы лимончик рос быстрее От батареек? Да кто ж такое придумал? Он погибнет, если мы его не спасём! Земля отравлена! Росток нужно срочно пересадить! Куда? Туда! Там горшок с чистой землёй! За дело! Батарейки, батарейки По размеру и по форме очень разные Батарейки, батарейки И зелёные, и синие, и красные Батарейки! 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 БАТАРЕЙКИ БАТАРЕЙКИ Не плачь, Куля Выживет твое деревце Станет большим-большим И вырастут на нем лимоны И апелькины И арбузы Но арбузы вряд ли Этот эфир перегнул Как и с батарейками Все равно батарейки Это круто На них все приборы работают Вот именно, приборы Смотрите, расток оживает Оживает Шпуля, скажи, ведь прелесть? Прелесть Подушка безопасности Опасными Успеем Эй, поехали Я супергонщик Это не факт Опять рискуем Супергонщиком всегда везет На везение рассчитывать глупо Лучше подумай О безопасности Кстати Сегодня профессор Чудаков Как раз испытывает Подушку безопасности А что это? Игры, объясни Всякий, кто едет в машине, должен пристогиваться ремнем При резком торможении ремень удерживает человека Однако бывают случаи, когда даже ремни не помогают Например, когда машина во что-то врезается на полном ходу Тогда водителя или пассажира может спасти подушка безопасности В сложенном виде такую подушку не видно, она спрятана Но в случае столкновения подушка очень быстро надувается И человек упирается в нее, вместо того, чтобы вылететь в окно Начинаем Как всегда, самые опасные испытания профессор Чудаков проводит на себе А если подушка не надуется? Надуется Три, два, один Заметили, как быстро раскрывается подушка? Да, а почему? Там есть вещество, которое в момент удара сгорает и превращается в газ Он и наполняет подушку Я правильно объяснил, коллега? Где же этот рычаг-то? Ему надо помочь Стойте! Лучше вызовем подмогу Профессор, а как вы в таком положении кнопку нажали? Так я в полете дотянулся Невероятный человек Когда ребенок едет в машине, он должен быть пристегнут ремнем и сидеть в специальном детском кресле Но еще более осторожным нужно быть, когда катаешься на велосипеде, скейте, роликах или самокате Во-первых, держись подальше от дорог, по которым ездят машины Во-вторых, надевай защиту На руки, ноги, перчатки, наколенники На голову шлем Тогда даже если упадешь, останешься цел В-третьих, старайся быть заметным Вечером на твоем велосипеде и на одежде Обязательно должны быть светоотражатели Они сверкают в свете фар и предупреждают водителей машин Будь осторожен на дороге Ну что, попробуем еще раз Может, Лизоньку сразу вызвать? Успеется Поехали! Дедус, вызывай подмогу Не надо! Я сделал так, что теперь подушка не только надувается, но и сдувается сама Гениально! Как говорится... Фикс! На сегодня все Ура! По домам! Где мой фикси-борд? Держи фаер свой фикси-борд Я в него подушку безопасности поставил Мне? Зачем? Я же супер-гонщик! Ехаю! Потому и поставил Супер-гонщику подушка не нужна А никогда! Стя! И ни больше! Ого! 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 Ух-ты! Классная подушка Оригинальная конструкция Это я сам изобрел Афай распытал Профессор, а нам вы такие подушки поставите? Поставлю всем завтра А пока что Соблюдаем безопасность Рефлексы Один плюс два Сколько будет? Три Запомнила? Аф-аф-аф Надо гафнуть три раза Для нее это слишком сложно Может научить ее через кольцо прыгать? Эх, пробовал Не прыгает Ну, кусачка, давай Ты сахар покажи Кусачка Алле Оп Ну, прыгай Ладно, Дим Димыч, нам в школу пора Пока, дрессировщик Эх ты, кусачка Сегодня на уроке мы поговорим о рефлексах О чем? Хм, опаздываем Коллега, а вы моих очков не видели? Они у вас на лбу, коллега И правда Извините, что помешал Продолжаем урок И так Спасибо А почему вы все время превращаетесь в винтики? Потому что мы должны прятаться от людей Но от профессора Чудакова можно не прятаться? Мы же не знали, что это он Правильно Вы даже подумать не успели, а уже превратились Это сработал рефлекс Если по-простому Рефлекс Это когда наше тело что-то делает так быстро Что мы об этом даже не успеваем подумать Когда мы прикасаемся к очень горячему Потом мгновенно дергиваем руку Когда падаем Машем ногами, руками, чтобы удержать равновесие Представляете, что было бы, если бы мы начали думать Как и куда махать Так что можно сказать Рефлексы нас оберегают О, точно Оберегают Ой, нос чешется Извините, я не хотел Профессор А Чих Это тоже рефлекс? Совершенно верно Фаер не хотел Но было щекотно И вот чихнул А, будь здоров Спасибо А у собак тоже есть рефлексы? И у собак, и у всех животных Да И дрессировщики обучают животных Используя эти рефлексы Многие люди учат своих домашних питомцев играть в мяч, считать, даже танцевать Короче говоря, дрессируют У хорошего дрессировщика всегда под рукой есть лакомство Как только зверь правильно выполнил команду Встал на заднюю лапу или перепрыгнул препятствие Он получает угощение А дрессировщик тут же подает сигнал Щелкай пальцами и свистит свистом После долгих тренировок у животного вырабатывается рефлекс Услышал знакомый сигнал Выполняй команду и лови еду Но самое главное в дрессировке Это любить своего воспитанника и не обижать Иначе никакое лакомство не поможет Девчонки, а мы теперь знаем, как дрессировать кусачку Как? С помощью рефлексов Чего-чего? Зови кусачку Кусачка, ко мне! Задавай ей пример из арифметики Один плюс два – это сколько? Точно, три – чудо! Чудес не бывает, это наука Просто кусачка всегда лает, когда видит фиксика Это у нее рефлекс такой Понятно, а как ее научить в кольцо прыгать? Это мы еще не придумали А я придумал! Гоняться за фиксиками – это ведь тоже кусачки на рефлекс? Наверное, но... Ну что, подрессируем собаку? Чего не делаешь ради друга? Кусачка! Тяжелая поработа! Трессировка!